Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами опять фэшн-блог. Я сейчас еду, мне нужно заехать на почту, в банк. Ой, спасибо, пропускают меня. Короче, еду в банк, заеду на почту, мне надо отправить какие-то мои покупки дурацкие, блин. Ну, не люблю я онлайн-шоппинг. Ну, 80% онлайн-шоппинга я отправляю обратно. Поэтому, мои хорошие, мы сейчас с вами заедем в банк и на почту, отвезем все посылки, которые мне не подошли. Я отправила обратно этот красный свитшот, один оставила, один отправила. Отправила эти сандалики дермантиновые, кожезаменитель. Вы знаете, иногда может быть кожезаменитель и неплох, как, например, у Louis Vuitton. Конвай, это же не кожа, это же... Ну, зато она какая крепкая. Шанель сумки обтираются, а вот Louis Vuitton это надо так носить много лет, чтобы она обтерлась. Это просто надо постараться. Ну, в общем, короче, я дермантиновые сандалики обратно отвезу сейчас. И мы с вами... Сейчас я с чего в банк заеду. И мы с вами за бабосиками. И мы с вами поедем попробуем вот этот вот бренд Eugen. Я монтировала сегодня видео, и мне так понравился этот бренд. И он такой незатасканный, как бы кос, все знают. Валлсторис, все знают. Хотя у нас его нет, понятно. Но он и как бы есть в Москве, в России. И вот, а Eugen, давайте я буду назвать его Eugen, если это неправильно, то вы не обижайтесь. Ну, как бы вы понимаете, о чем идет речь. Надо, кстати, загуглить, что это, скандинавы, немцы, кто это. Короче, мы с вами едем мерить этот бренд. Я померю и плащ, и платье, и юбки. Короче, намеряемся всего. Ну, я не факт, что что-то буду покупать. Понимаете, я делаю эти блоги для своего канала, для своего продвижения. Потому что очень хорошо заходит тема шоппинг-влогов. Но если я буду все покупать, что я мерю, и что на меня хорошо садится, но мне надо будет отдельный дом покупать. Это абсурд, но невозможно все купить. Это просто развлекаловка для вас, чтобы вас вернуть нормальное русло, чтобы вы немножко отвлеклись от грустных, тревожных мыслей. А мысли тревожные, они постоянно вот так вот крутятся. Поэтому я стараюсь как-то отвлекаться. В общем, мы с вами едем мерить бренд Eugen. Вы знаете, он такого стиля, а-ля Кос, 12 Stories, Massimo Dutti. Такая, знаете, минималистичная, минималистичная такая классика. Вот, с таким немножко, с таким посылом self-made woman, я бы так сказала. Кстати, я сегодня, видите, веселый апельсинчик. А что это значит? А это значит, что это модный цвет оранжевый. Оранжевый. Вот именно вот такой вот оранж. Это в прошлом году. На сайте топ-топ они были. Это бодики, это не пола. Ну, это вроде пола, но и не пола. Это бодик. А бодик, это вы знаете, да, с кнопочкой на причинном месте. Так, все, девчонки, меня напарковать. Ну что, мы с вами снова в магазине в этом чудесном. Хочу вам показать сегодня свой лук. Я сегодня выскочила из дома и не успела вам показать, как я нарядилась. В общем, пока прохладно ходить с коротким рукавом, поэтому я надела свой вот этот вот кардиган. Я опять в этом магазине, и этот кардиган купила здесь. И второй раз я снимаю влог, и опять в этом кардигане. Короче, джинсы Макс Мара мои. Уже так. Кстати, у меня сегодня был 70 вес. 70 с копейками, но чуть-чуть опять скинула. Свободненько. Кеда Виджа. Кеда Вижа. Не знаю, как правильно. Виджа, Вижа. Ну, короче. Надеюсь, кеды можно носить с буквой В, никто не обидится. Вот. В общем, Макс Марочка. Это топ-топ. Уру. Классный. А видите, made in Belgium. Eco-friendly. Юджин. Вот. Ну что, давайте смотреть. Мне в прошлый раз понравился вот здесь вот этот вот топ. Черный. Он такой типа сатина, что-то. Ну, такой плотный, как плотный шелк. И юбка мне вот эта понравилась. Я хочу померить вот этот плащ. Он вообще супер тренч. Он, кстати, со скидкой у них идет 20%. Мне показалось, такое хорошее качество плаща. Это футболка. Это юбка. Видите, все такое вот в таком стиле и минималистичном. Ну, очень хорошее качество. Ну, прям супер. Ну, 60 евро футболка. Но она такая прям, знаете, плотная. Классная. И она вот, видите, все в таком стиле минималистичном. Что у них тут еще? Брюки. Кстати, брюки классные, широкие. Значит, минус 30 на кое-какие артикли. Так, ну что у них здесь? Вот эта кофта так себе. Но она, кстати, стильно может смотреться, если ее правильно с чем-то скомбинировать. Так, черные пиджаки нам не нужны. А вот это платье, кстати, у них недавно появилось. В прошлой блоге я мерила, и этого платья не было. Платье-рубашка была только белая. Может, я, конечно, пропустила. Вот такие брюки у них еще есть. Вот эти складочки, они всегда очень сильно полнят. Черное платье. Вот прям ткани классные у них. Ну, что еще можно померить у них? Вот классная. Вот эта вещь, девчонки. Это так стильно смотрится. Такая, как из полотенца кофта. Кофтюша. Короче, я сейчас посмотрю и вернусь. Шорты, смотрите, какие классные. Блин, вот это, кстати, очень классный лук будет. Вот эти шорты и вот эта вот полотенчатая штука. Я, конечно, знаю, что вы сейчас засрете мой вкус. Но знаете, девчонки, научитесь принимать, что у людей другой вкус. Ну, вот чем вам не коз? Очень классный бренд. Очень. Он просто новенький еще и очень-очень-очень качественный. Так, давайте посмотрим. Вот это поло мне еще понравилось от Морган. Но на него нет скидки. Розовая. Так, ну что, мои дорогие, начнем примерочку. Смотрите, что я взяла. Такие шпилечки. Это, оказывается, костюм. Шортики. И пиджачок. Такой летний костюмчик. Мне очень нравится качество. Взяла Эльку, по-моему. Да, это Элька. Очень нравится. Но шорты короткие, наверное, слишком будут. У меня целлюлитные ноги. Но костюм супер. Взяла такой... Ой, это М-ка. Что-то такое огромное. Взяла вот эту кофту полотенчатую. Это очень сейчас модно. И не пишите мне никакие гадости. Юбку такую взяла. Она уже ужасно мятая. Пятно какое-то. Она дико мятая, но такая красивая, пышная. К сожалению, этот шелковый топ не был моего размера. Был только XL и смалка. Взяла вот такой вот свитерочек. Тоже. Очень стильно. Классно выглядит. Немножко скучно. Но это такой стиль у этого бренда. Немножко чопорный. И взяла еще вот такой вот топ-жилетка. Это вот такой у бренда стиль. Какой-то такой классик-классик. И немножко такой чопорный, я бы сказала. Ну что, начнем, наверное, с сексуального костюмчика. Юджин. Бельгийский бренд, оказывается, представляете? А я думала, блин, это какая-то, я не знаю, Скандинавия. Ну классно же, да? Сейчас я вот с этим померю и вот с этим. Так, ну что, мои дорогие, костюмчик. Костюмчик очень классный. На худенькую девочку. У меня настолько целлюлитные милляшки, коленки. Вот это все абсолютно неподтянутое. Мне, конечно, в таком... Ну, красиво, некомфортно. Но если бы я была худенькая, спортивная, подтянутая, то этот костюм нужно было обязательно покупать. Посмотрите, какой. Он как будто бы сделан из такой плотной марли. Но он шит очень хорошо, качественно. Идеально шит. Посмотрите, как пальчик держит. В общем, покажу себя издалека. Я стесняюсь выйти ближе к зеркалу, потому что я боюсь, кто-нибудь будет ржать надо мной. Это я еще со шпилькой, девочки. Если бы это были шлепки, это было бы вообще ужасно. Я подойду. Классно, да? Может быть, есть побольше размер шортиков. А это, кстати, М-ка. А шорты Л еле-еле застегнулись на мне. Ну, короче, это такая ткань, которая тянется. Так, девчонки, взяла побольше шортики. Эльку взяла. А пиджак не нашла. А жакет не нашла. Смотрится, как пижамка. Но в том-то и смысл, что это летний костюм. На жару. Он выглядит, как костюм, плотненький. Но это вот такая вот прекрасная марлечка. Такой браслет еще нашла красивый. Не знаю, пока меряю. С сумочкой. Ну, это вот сейчас со шпильками. Ну, конечно же, его можно носить и со шлепками, и с сандаликами, и с чем угодно. Мне очень нравится костюм. Очень. Да, он не яркий, да, он не сексуальный. Но он очень, верь, такой классный. Вот, в общем, очень интеллигентный такой. Шортики могли быть, конечно, подлиннее. Но что делать? Что имеем, то имеем. Шорты XL. Представляете? Сумочка классная. Браслет там подходит. Вот так вот. Вот как-то так. И никак по-другому. Так, ну что, девчонки, одела эту махровую рубашку. Она как полотенчико, махровенькая такая. Я ее заправила в юбку, но, может быть, не надо было. Не знаю. Юбка, кстати, по-моему, М-ка. Хорошо мне на талии так вот притык. Получается 100 евро юбка, а это кофтюля, по-моему, 60. Короче, цены, как Массимо Дути, но качество лучше. Я надеюсь, что этот бренд не уберут, потому что здесь, в этом магазине ZEP, здесь часто хорошие скидки. Ну, минимум 20% скидку можно здесь выловить. Я думаю, что на сейле этот бренд будет хорошо продаваться, потому что этот бренд еще никто не знает. А я буду его вылавливать, потому что качество люкс. Качество, ну, не знаю, как Аркет, как, не знаю, Косло, Эва. Короче, сравниваю я разные бренды, но выглядит просто классно. Кстати, на лето с бежевыми брюками или с юбкой. Сейчас немножко получился монохром. Но с белым будет красиво, с бежевым, с песочным, с каким угодно цветом. Как вам нравится юбка? Ткани не пожалели. Пышная-пышная. Сейчас я пойду еще возьму брюки, попробую остальные топы померить. Девчонки, я, наверное, возьму этот плащ, потому что он большой. Это Элька. Сейчас возьму еще М-ку померю. Посмотрите, какой красивый город. Сейчас поговорила с продавщицей. Она говорит, 20% больше они скидки не делают этому бренду всего год. И они, говорят, не планируют его уценять сильно. Потому что супер качество. Мне так нравится. Конечно, не с юбкой. Видите, такой тотал бэш. Еще шанель, сюда надо бэш. И все, и вся буду бежевая. Очень-очень красивый плащ. Очень. Надеюсь, он форму будет держать хорошо. Но вот по ощущениям просто люкс, 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 люкс. Сейчас пойду возьму брюки, померю те остальные кофточки с брюками. Кстати, вот этот черный топ есть в белом цвете и в сером. Но я хотела в черный. В черном нет моего размера. Так, я опять в этом корнере хочу какие-то брюки померить. Вот эта юбка мне не очень понравилась. Она слишком такая тяжелая. Вот эти вот белые джинсовые длинные юбки сейчас в тренде. Она классная. Но я думаю, что она и подходит и вот к этой кофте, которая сейчас на мне. Я в нее влюбилась. И в плащ влюбилась. Юбка тоже классная. Но, в принципе, ничего особенного. Так, мне нужны брюки. У них тут только черные брюки, получается. Так, а это что? Это рубашка? Нет, рубашка не нужна мне. Бежевые брюки тоже не хочу такие плотные. Хочу что-то легкое. А это что такое? Это вот такие тут брючки, получается. Под юбочкой. Девчонки, кто вообще мусульманки, вам вообще этот бренд просто для вас сделан. Смотрите, это вроде как юбка. Еще какие-то пуговки можно расстегнуть. Класс, класс, класс. Это в стиле японский... Не забыло, как его зовут-то? Японского дизайнера, который делал такие брюки. Вообще супер. Супер. Это прям мое. Я люблю такое что-нибудь замороченное. Вот я взяла Эльку. Бренд не маломерит. И не большомерит. Ну, точно не большомерит. Вот на эту ткань единственное, что все садится. Всякая пилюка. Зараза такая. Мне вот интересно, этот... Нет, он пришит, он не снимается. Класс. Очень необычно. Очень стильно. Естественно, можно не обязательно носить с кроссовками, с ботинками, с туфлями. Даже не знаю, насколько здесь хорошо видно. Мне не очень нравится освещение здесь. Но посмотрите, какая это красота. Конечно, это не стройнящая, не удлиняющая вас вещь. Но, тем не менее, это просто супер фэшн. Сюда бы, конечно, хорошо черный кожаный плащ. И какие-нибудь ботинки на толстой подошве а-ля Мартин. Эта обувь сюда не проходит. Но я не стала уже ничего выискивать. Давайте посмотрим на это поло. Поло в стиле POS. Очень сделано дорого. Похоже на Брунелла Кучинелли. Или на Муропьяно. Хорошие составы. Правильная длина этого свитера или пола. Такой, конечно, не летний лук, но мне очень нравится. Как вам? Мне кажется, это безумно стильно, безумно дорого. И ля класс. Так, ну еще одна вот такая штучка. Это такой топ-жилетка. Свет здесь ужасный. Лучше здесь буду показывать. Жилеточка такая с воротничком. С белыми брюками будет красиво. Также с черным хорошо сочетается. Она такая длинненькая. Я ее подвернула. Нормальная длина, не укороченная. Сейчас очень любят вот это все делать, обрубленная. Но я в восторге от брюк. Брюк-юбка. Брюки превращаются, брюки превращаются, брюки превращаются. Ко мне сейчас подошла менеджер магазина и говорит, вы блогер? Я говорю, да. Да, я блогер. Ой, делайте, пожалуйста, побольше рекламы. Это новый бренд наш. Мы хотим его продавать, чтобы он не ушел, чтобы он не исчез. Потому что это экологически чистая марка. Выполняется по всем правилам сохранения природы. И плюс эта марка очень такая на своеобразную публику для минималистов. И очень хорошо она мне сказала, что все вот эти вот вещи с друг другом все сочетается. Представляете? Так, ну что я хочу сейчас еще накинуть этот пиджак. Не пиджак, а тренч. И все. И в принципе моя закончилась миссия на сегодня. Вот такой вот Югин. Не Юджин, а Югин. Минус 20%. Не знаю, может купить, а? Ну что, ну что, как вам бренд? Меня никто не приглашал сюда снимать. Это я сама по собственной инициативе. Хотя магазин меня поблагодарил. Дополнительно сказали скидочку сделать, если я что-то буду покупать. Но они меня не приглашали сюда. Боже, ну что. Это не сосок. Это вот этикеточка торчит. Очень красиво. Очень, очень, очень. Блин. Я думаю, что там в кармане? А тут моя прищепка. Прекрасный бренд. Прекраснейший. Просто снимать не хочется. Вот как будто все, что я мерила, все для меня сшито. Все серенькое, бежевое, спокойное. Ультрамодное, но в то же время спокойное. Дико качественное. Но дорого. Дороже, чем масс-маркет. Цена, где-то кос и массиво дутья. Такой вот сегмент. Пласть не хочу снимать. Так, кстати, М-ку так и не померила. Потому что, ну, плащ должен быть большой. Сейчас все модно большое, объемное. Но в то же время вы в такой большой вещи смотритесь очень миниатюрно. Очень красиво. Здесь, видите, правильное плечо такое скошенное. Большой вот этот воротник реглам. Или регламу? Регламу. Какая вещь вам больше всего понравилась? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А я пошла снимать эту красоту.